Продолжаются разноглазия и вокруг медицинской реформы, едва ли не в первую очередь. Она уже сказалась на врачах скорой помощи, они превратились в фельдшеров, финансирование урезали, машины разваливаются, а зарплаты мизерные. Это далеко не все проблемы, подробности расскажет Богдан Вервицкий. Спасти чужую жизнь ценой собственного здоровья. Люди приезжают для того, чтобы спасать чужие жизни, а сами подвергаются насилию. Фельдшеры скорой помощи беззащитны перед агрессивными пациентами. Нападения, побои, а иногда и угроза для жизни. Нападения на бригады скорой помощи давно стали обычным явлением. Причины разные. Чаще всего алкоголизм или наркотическая зависимость. Реже психическая неуравновешенность пациентов. За границей вызовы скорой помощи контролируются силовыми структурами. В Украине пока каждый сам за себя. На жаль, в нашей стране увеличивается количество случаев, когда при дании медицинской помощи, при дании, особенно экстренной медицинской помощи, все чаще всего медичные работники потерпают от нападений, от нанесения шкод жизни и здоровья. Анна работает фельдшером скорой помощи более 10 лет. Признается, иногда доходила до физической расправы над ней и ее коллегой. Диспетчер пункта скорой помощи вызвала полицию, но результата это не принесло. Они не поднимались, ничего не делали. Только из нас взяли показники, ну, письмовые показники. Проблему с безопасностью докторов пытаются решить, но не в Минздраве, а силами самих врачей. Мы сделали в Киевской области единую диспетчерскую. И на планшетах установлена тревожная кнопка, и тревожная кнопка также есть у водителя в автомобиле. Вот. И эта информация, если они пользуются этой тревожной кнопкой, передается в единую диспетчерскую, которая находится в Белой Церкви, и оттуда информация сразу передается полиции. Но фельдшеры уверяют, этого недостаточно. Решать проблему необходимо на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Но опять же не в Минздраве, а в Комитете Верховной Рады. Мы, как народные депутаты, инициировали законопроект, который сейчас есть на расследовании Верховной Рады, чтобы обязать национальную полицию Украины сопровождать за необходимостью на вызовы работников экстренной медической помощи. При всей опасности, с которой приходится сталкиваться медикам, в среднем зарплата фельдшера скорой помощи не превышает даже 6 тысяч гривен. На финансирование экстренной медицинской помощи второй год к ряду деньги не поступают. Богдан Вербицкий, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует.